Что и как благоустроить в своих дворах теперь решают сами жители, благодаря новому проекту «Городская среда». За счет средств софинансирования из федерального и регионального бюджетов уже в 2017 году будут облагорожены бульвары, скверы и дворы. Потратить на эти цели в Мордовии планируют более 200 миллионов рублей. Чтобы стать участником, достаточно подать заявку на сайт проекта. Одними из первых в Саранске с этим условием справились жители улицы Ярославская. И подробности расскажет Алена Маскалева. Это далеко не первая встреча жителей Ярославской с чиновниками. Уже не раз в их двор приезжал мэр Петр Тултаев. А теперь дошла очередь и до регионального координатора проекта «Городская среда». Представителя партии «Единая Россия» Владимира Сайгашкина здесь встречали жильцы пяти домов. Это три корпуса 11-го, 19-й и первый корпус 21-го дома. Чтобы было уютно, удобно нашим жильцам, чтобы было красиво. Я по этим вопросам уже на приеме была и у Тултаева неоднократно, у Мальчонкова неоднократно. Я, наверное, как домком вот 11-3. Я больше всех рада, что с места сдвинулось дело. Собственники пока в предвкушении. На встрече им рассказали, что работы по их заявке должны закончить к 1-му сентября этого года. Пока же жильцам трех корпусов 11-го дома приходится регулярно пачкать обувь в грязи, а также сидеть на чем придется, когда захотелось подышать воздухом. Сумма составляет 6 миллионов 150 тысяч. Здесь будет установлена современная МАФ, малая турноформа для детей на 850 тысяч рублей. Ну, конечно, будут установлены современные скамейки, урны обязательно. Проект «Городская среда» рассчитан до 2022 года. И благоустроить свои дворы и скверы смогут абсолютно все жители республики за счет софинансирования из федерального и регионального бюджетов. 70% пойдет на реконструкцию дворов, остальное – на скверы и парки. С 2018 года по 2022 год. И мы будем включать, где действительно нуждается на квартирные дома, по благоустройству, по тротуарам, по отмосткам. И, конечно, будем уделять внимание на современные МАФ. У жителей Химаша много предложений. В отличие от других районов города, здесь нет своего лесопарка. А где гулять с детьми? Лидия Винокурова, например, на встрече вспомнила про обещанный Парк Победы. С колясочками гуляют, все гуляют около проезжей улицы. Нет, у нас вообще в Химаши нет места. Информацию о проекте можно найти на сайтах партии «Единая Россия», а также городской администрации. На сегодняшний день изъявили желание изменить свой двор более 30 обратившихся. Алена Маскалева, Григорий Денисов. Наши новости.